И мы сегодня с детьми также хотим поблагодарить Бога и показать наши таланты. Мы с ними всего лишь месяц раскрывали свой один талант, творчество, были художниками. И наши плоды, вот там в той комнате, наша небольшая выставка. Я хочу, большая, может для кого-то и большая, это действительно, когда я вчера ее сделала, и посмотрела, что это всего лишь даже меньше месяца мы с ребятами занимались. И такие чудесные работы, я специально написала возраст, к сожалению, не поставила и свои работы, потому что там негде было, как бы я их перенесла. Но хотела сказать, что Бог и в 62 года, мне вот в этом году исполнилось 62 года, и Он тоже открыл талант, который был во мне всегда, наверное, но я не могла его раскрыть. И вот благодаря этому таланту я помогаю сейчас и детям. И хочу вспомнить главу из Библии, Матвея 25, о талантах. Вы, наверное, ее все помните. Хочу немножко так напомнить ее о том, что некий господин отправился в дальние края и позвал своих рабов и велел им управлять имением. А кроме того, раздал каждому таланты и каждому дал по силе. Кому-то дал пять талантов, кому-то дал два, а кому-то один. По прошествии времени он вернулся и опять собрал своих рабов и хотел узнать, как они употребили те таланты, которые он раздал им. И когда вышел первый, то он вернул десять талантов, потому что он пошел к торговцам и приумножил их. И также второй приумножил их. И тогда им добавилось еще столько же. Когда пришел тот, которому был дан один талант, оказалось, что он зарыл его в землю и возвращал тот талант, который ему был дан хозяином. И хозяин сказал, господин сказал этому рабу, «Почему ты совершил вот такое?» Он сказал, что «Я знаю, что ты очень строгий, что ты спросишь с меня, и поэтому я зарыл свой талант». И у этого раба были забраны и последний талант, и отдан тому, у кого десять. И мне очень нравятся вот эти слова, которые я хочу, чтобы и каждый из вас услышал от нашего господина, когда предстанет перед ним «Добрый и верный раб, ты был верен в малом, я поставлю тебя над многим, приди в радость господина своего». И поэтому я хочу, чтобы вы, как вот эти дети, сегодня задали себе вопрос, а какие еще таланты Бог дал мне, какие возможности жизненные Бог дал мне, которые я не использую, не приумножаю, которые лежат еще вот там, зарытые в земле, и которыми я могу порадовать и Бога, и пристать перед ним с вот этим богатством. Как вот наш пастор говорил, что он встал в хор, и там одни миллионеры, миллиардеры, потому что это тоже труд. Без этого труда, наверное, бы не было такого приумножения. И поэтому я каждого из вас призываю сегодня, в День Благодарения, подумать о тех возможностях, которые дал нам Бог, и талантах, которые есть внутри нас. А сегодня наши дети, потрудившись, предоставили вам выставку для того, чтобы вы порадовались, чтобы вы увидели Божие творение, которое действительно нас радует, вдохновляет, и дает нам вот ту радость Божью, которую не получишь ни от чего. И когда они работали, я вот дам кому-то сейчас вот Алексею, чтобы они поделились, как у них были впечатления, когда они трудились. Ну, они стесняются, они подготовлены, но я хочу сказать, что я думаю, что они получили тоже массу впечатлений, и я хочу сказать, что с ними возрастала и я, потому что у меня было желание трудиться дальше, продвигаться дальше и раскрывать, совершенствоваться дальше. И сейчас они получат небольшие подарочки. Это очень простые подарки, но это те подарки, которые помогут им дальше совершенствовать свой талант, потому что в этом таланте у них там еще много-много-много всяких аспектов, куда они могут направляться, чтобы они не забывали о нем, о творчестве, и чтобы в трудную минуту всегда вспоминали, брали кусочек бумаги, брали вот эти вот краски, карандаши, смотрели на Божье творение и отражали его в своих рисунках. И сегодня вот, пожалуйста, потом подойдите к каждому из ребят, которые у нас здесь стоят, наши юные художники, поблагодарите их за их труд, потому что они очень старались. И, честно говоря, я сама смотрю на эти картины, и если бы, допустим, я повесила рядом свои, то можно было бы даже не понять. Златочка говорит, а вы же напишите, если свои повесите, что это ваши картины. Потому что действительно такие шикарные, прекрасные работы дети сделали, вот не умея... Ну, каждый у нас умеет немножко рисовать, хотя взрослые говорят, у меня нет таланта рисовать. Но дети это не говорят, они пришли и начали его развивать. Так, сейчас вот этот подарок нашей девочке Златочке. Это Алексею, это Диме. У нас еще сегодня нет двух художников, которые должны были прийти. Это брат Димы Алексей, поэтому, Дима, вручишь Алексею, передашь ему тоже привет от всей церкви. Там картина его тоже есть. И еще у нас ходил один мальчик Никита, хотел сегодня прийти, но он заболел. Поэтому там работы его тоже есть, там подписаны работы. Ну, вот, собственно, дети показали свои плоды, которые у них вот в нашей столовой. Поэтому, пожалуйста, радуйтесь. Спасибо большое. Там действительно шикарные картины. Ага. Это... О, это...